Вот, конечно, мы требуем освобождение политзаключенных, я делаю сколько, тут невозможное количество всяких ивентов на эту тему, и разъясняю, и я так думаю, что и остальные. Но сейчас сам мир, к сожалению, слабый, особенно Запад очень слабый. Пришло время слабаков и мудаков, и мы это видим и потому, как помогают Украине, и потому, как помогают Израилю, и потому, как помогают белорусам, слабаков и мудаков. Но мы сами должны всегда быть на стороне наших политиков и наших общественных деятелей. На них у нас большая надежда. Кстати говоря, на эту тему я сделал несколько опросов, мне кажется, важных. Сейчас я попробую их найти, последние результаты. Вот, мне кажется, что они отражают как раз ровно то, что я говорю. То есть, в этом смысле мы с вами сходимся. Сходимся. Значит, вот, например, был такой опрос. Сейчас я его выведу на экран. Так, сейчас мы его выведем на экран. Вот, ой, сейчас, извините, еще раз попробую вывести его на экран. Куда-то слетел. Ну, вот так, наверное, не слетит. Вот, да, опрос. Как вы думаете, лидеры из какой из этих двух групп белорусских политиков должны в итоге стать во главе белорусского общества и государства после краха Лукашенко? И вот две группы, те, кто сейчас сидит, понятно, что это, да, Статкевич, Бабарика, Колесникова. Тут, к сравнению, количество символов ограничено. В Ютубе я не мог всех перечислять, но вы поняли, да, Северинец, Тихановский и т.д. и т.п. Много их сидит, этих политиков наших замечательных. Вторые, те, кто сейчас борются, да, это Светлана Тихановская, Поздняк, Латушка, Щегельский, Циткало там и все остальные, можно тоже перечислять. И видите, что люди фактически серьезным большинством выбирают, что управлять в Белоруссии, стать во главе белорусского общества после краха системы Лукашенко должны те, кто сейчас сидит. Те, кто сейчас сидит, именно они получат моральное право управлять белорусским обществом, делать реформы. Я готов с этим согласиться. И второй опрос, который тоже, мне кажется, очень важный, это вопрос о доверии и о популярности политиков, конкретных политиков. Сейчас я его тоже выведу на экран. Вот он. Давайте поменьше его сделаем. Это первая серия опросов из той, которую я собираюсь провести зимой. О доверии. За кого из этих политиков в кампании 2020 года, то есть политики, которые участвовали конкретно в кампании 2020 года, вы бы проголосовали сегодня. И вот заметьте, 2100 голосов. Достаточно серьезная выборка людей. В основном, больше 85% людей из Беларуси, которые находятся физически в Беларуси. 48% за Виктора Бабарико. Не потерял он ничего. Светлана Тихановская 23%. То есть она как раз, она не то что потеряла или приобрела, да, просто у нее, как у политика, все равно этот рейтинг был сборный от штабов, от Марии Колесниковой, от Вероники Цепкала, от всех тех, за кого не дали проголосовать. А вот лично за нее, все равно у нее рейтинг ограниченный. Ну, Цепкала, понятно, к сожалению, к счастью для Цепкала, там пока шансов не просматривается. Лукашенко имеет свой ядерный электорат. И он у него был, есть и будет, как бы его ябатьки. Ну, и Сергей Тихановский 12%. Вот так показал этот опрос. Мне кажется, очень адекватно показал ваше голосование. Достаточно адекватно отразили ту ситуацию, с которой мы имеем дело, да, с нашими политиками. Поэтому люди до сих пор доверяют тем, кто в тюрьмах, доверяют и готовы за них голосовать. Понятно, что когда пойдут большие компании, настоящие компании, там, ну, там, наверное, поменяются предпочтения, потому что выяснятся реальные взгляды тех или иных кандидатов и так далее. Но пока люди сидят, мы о них предполагаем только самое лучшее. И вот, предполагая самое лучшее, мы имеем вот такие результаты. Да, Пепенко, да, это все у нас, все эти голосования проходят во вкладке сообщества, и там тысячи и тысячи людей голосуют. У нас там целая такая социологическая лаборатория, я должен сказать. Так, хорошо. Белорусский свет. Я буду голосовать выключен калибат, шухе, политичный вектор на незалежной Беларуси от России и на белорусскость. Правильно, поддерживаю. Глеб Жданович, я бы голосовал за Латушка на новых выборах. Еще будет опрос, где будут представлены и другие политики, но Латушка, несомненно, один из самых популярных кандидатов. Да, реплакой опрос Баварико пришлось выбирать за не менее лучших вариантов в опросе. Будут лучшие варианты, к сожалению, только пять граф дает Ютуб. И я выбирал именно тех, кто участвовал в кампании 2020 года. Понятно, что после 2020 года у нас появились, проявились и политики старой волны, и новые политики. И мы, и те, кто как бы стал вынуждены политиками, да, как там Вадим Прокопьев, например, будем проводить опросы. Не волнуйтесь, я, слава богу, не ограничиваю никак ваши фантазии, или ваши интересы, или ваши предпочтения. Да, ну вот, это был опрос, касался именно 2020 года. Тех, кто заявился на выборы 2020 года. Ну, без, уж извините, Дмитриева и кто там был, Конопадская, или как там, даже не вспомню. Продолжение следует... Продолжение следует...